День хотелось начать со стихов, но я решил посмотреть, что во время кадров, которые идут на сцене, происходит в зале, особенно на последних рядах. И тогда становится понятно, почему такие же навесники, как и вы, уважаемые венмеховцы, позволяют себе по отношению к легендарным личностям, такое пренебрежительное отношение, когда с экранов нашего телевидения на всю страну смеющаяся, довольная, сытая девушка говорит шутки о замечательном человеке, который благодаря ценную своей жизни дал возможность ей смеяться, быть с розовыми щечками, красивейшими волосами. Я сейчас говорю об этой шутке генерала Карбышева, которая прозвучала на телевидении. И глядя на последние, да и средние, приближенные ряды к сцене, я обратил, я думал, ну может быть что-то читают, но может быть что-то нет, мы сидим играем, наверное, то поколение, которое сейчас учится здесь в военмехе, на это имеет право. Но как только начинаются слова о блокаде, лично у меня ком подходит к горлу, накатываются слезы. Я родился в 1963 году, моя мама в 1941 была ленинградской, ей было 9 лет. Она практически ничего не рассказывала, она все 872 дня провела здесь, в Петроградском районе. С трудом как-то вместе с ней мы шли в Булышино, в Паждановской набережной, на большой проспект Петроградской стороны. А она мне вдруг говорит, вот этой же дорогой шла я с карточкой. А вот с этого дома, с этих окон откуда-то, упало тело. Я отпрыгнула, но пошла дальше, потому что нужно было идти отовариваться. Отоваривалась часа четыре, шла обратно. Тело лежало только без мяса. Это только маленький эпизод. Мне очень хочется, чтобы вы, живущие на берегах Невы, в этом великолепном городе, который имеет колоссальную историю, которым, наверное, гордится даже вся наша матушка Россия, своим праправнукам, смогли тоже сказать, что они живут в городе, в котором ни разу не была нога захватчика, что они живут в городе, в котором отстояли их родственники. И вот сегодня, это самая встреча, когда встречаются поколения, поколения тех блокадных лет и сегодняшние, те, кто живет сегодня. И это не просто встречи, а это яркое тому доказательство, что у нас в городе существует преемственность поколений, что у нас в городе города носят имя ленинградец, что в нашем городе есть действительно непонятная капелька на крови никому, которая нас всех объединяет и дает возможность верить в то, что наш город будет стоять здесь, на берегах Невы, на выходе в Балтийское море всегда. И даже, когда мы отмечаем 75 лет полного снятия блокады, и когда мы будем отмечать 750 лет со дня снятия блокады, в нашем зале на первых рядах ленинградцы, тех, кто несет и передает эту капельку крови вам, молодежи. И мне, думаю, сейчас должны раздастся овации в их адрес с нашей ленинградской победой. Поскольку мы находимся в замечательном здании, в здании, где всю блокаду работали, где производили, и даже до сих пор сохранилась блокадная аудитория на втором этаже, ректор Балтийского государственного технического университета военных имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Агустинова Константин Михайлович Иванов. Агустин Михайлович Иванович 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 Иванович.